В 10 часов утра прозвенит звонок и начнется главное испытание в жизни школьников – ЕГЭ. Классы превращаются в экзаменационные аудитории задолго до прихода учеников. Проветривание начинается классов. Мы приходим в 7 часов, открываем форточки. Вот вы видите и там, и там, чтобы соблюсти режим температурный. Вот как-то в этом году еще пандемия, да и плюс необычная жара. Конечно, не очень просто детям, но мы стараемся сделать все возможное. На окнах в каждой аудитории светоотражающие жалюзи. Для очистки воздуха установлены рециркуляторы. Надевать маски на экзамене или нет выбирают сами выпускники. Все средства индивидуальной защиты им предоставляют в школах. Парты в аудиториях расставлены в шахматном порядке, чтобы дети смогли соблюдать социальную дистанцию. В каждом кабинете не более 9 школьников. За порядком следят организаторы ЕГЭ. А вот наблюдатели в этом году заходить в аудиторию не имеют права. В кабинете с детьми два организатора. Они находятся постоянно. Если одному организатору нужно выйти, он заменяется организатором извне аудитории. Наблюдатель может смотреть из коридора. Двери постоянно открыты. Выпускники начинают подходить к 9 утра. Чтобы избежать большого скопления, детей делят на две группы. В пунктах сдачи ЕГЭ работают два входа. В ворота своей новой, взрослой жизни вчерашние школьники заходят строго по одному, соблюдая социальную дистанцию. Это сделано для их же безопасности. Сегодня здесь химию сдают больше 90 человек. На входе уже привычные процедуры измерения температуры и проверка металлоискателя. Пандемия не меняет главных правил итогового тестирования. Никаких телефонов. Впрочем, списать не получится в любом случае. Новшество этого года – глушилки сотовой связи. Телефоны на пункте запрещены, их не пропускают уже на входе. Также в аудиториях у нас стоит видеокамера. Здесь списать не получится. Единственное место, где можно списать – это туалет. А в туалетах дополнительно мы ставим глушитель сотовой связи, чтобы с внешним миром полная связь была прервана у ребенка. Сегодня экзамены по химии и обществознанию сдают 3,5 тысячи самарских школьников. В городе работает 26 пунктов сдачи и к пяти ученикам, которые находятся на индивидуальном обучении, организаторы приходят на дом. На прохождение тестирования в распоряжении выпускников больше трех часов. До конца месяца они уже узнают свои результаты. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok